Я заметила в выставке некий акцент на сексуальную... Мне очень нравится. Ты думаешь, что тебе позволят ее снять и унести? Я думаю, мне ручки это поотрывают. Мы видим красивую работу Будды, но первое, что бросается в глаза, визуальный фактор, это как в имидже. Первые пять секунд мы обращаем внимание на визуальный фактор, а потом мы уже смотрим, что внутри, какой материал, какая фактура, какая глубинность в этого все заложена. Это выставка Ольги Ломака, которая является ярким представителем российского арта, так называемого, на мой взгляд, постмодернизма. Серия работ представляет собой вырезанное на деревянных панелях изображение Будды в простой манере резьбы по дереву. А, это Будда! Представляешь? Вся выставка называется «Артефакты». За основу я взяла традиционный образ Будды и на него нанесла различные символы современной культуры. Вы хотели бы, чтобы зритель увидел или понял, или, может быть, почувствовал через ваше произведение? Ну, он должен понять, что Будда — это артефакты из прошлого, но вот эти все новые символы — это артефакты. И сейчас они пока еще не артефакты, но там через тысячу лет они тоже станут артефактами, они тоже будут частью нашей культуры, и также другое поколение будет смотреть на них точно так же, как мы сейчас смотрим на Будду. То есть, как бы, женщины вот в определенных полях. Это Будда. Мне очень нравится, что здесь выставлено, правда. Это очень яркие символы. И Кока-Кола, и Супермен, там видим Карла, там американская немножко эстетика. Поп-арт я тоже люблю. Мне кажется, это очень классно. Я бы у себя дома с удовольствием одну из этих работ повесил, но, скорее всего, Кола или Карла. Вот скажите, почему Wi-Fi на этом... Я не побоюсь этого вопроса на этом месте. Ну, как вы обратили, все картины имеют сексуальный подконтекст. Это, как бы, мой сексуальный фетиш. Я считаю, что секс несет жизнь на этой планете. Он движет всем, что происходит на этой планете. Можно потрогать, да? Обычно не дают трогать. Вот здесь. А вот здесь. Вот давайте, вот видите, видите, у меня эксклюзив. У People Talk эксклюзив. Видите, где я трогаю? Как вам, кстати говоря, первые впечатления? Ну, мне нравится, что это сочетание пластмасса и дерева. Я очень люблю сочетать несочетаемое. Конек. А вы, кстати говоря, понимаете, что это Будда на самом деле везде изображен? Серьезно? Да, это Будда. А я думал, это люди занимаются йогой. Нет, это Будда. Везде, везде Будда. Вот смотрите, есть краники. Вообще фантастик. Их можно покрутить. Такой прекрасный Будда. Универсал просто. Надо дома завести такого Будду. Очень, кстати, точно, потому что на Фейсбуке отличная площадка, да. А, сначала у тебя лайк, там, и потом как раз вот все там задействовано, если взаимные лайки. Сами знаете, что я вам объясняю это. Слова льются. Я, честно говоря, только что, когда ты мне сказала, поняла, на каком месте находятся краники. А, я поняла. Нет, я знаю, что поняла. Я поняла. В общем, в Инстаграме очень много девушек, которые выкладывают откровенные фотографии. И именно на причинном месте вот этот находится символ. Мне кажется, это же о чем-то говорит. То есть, типа, девушки, все окей, продолжайте фоткаться. В общем, Ольга очень творческий человек и талантливый. Поэтому мне кажется, что каждая картина достойна быть в квартирах и домах людей. Поэтому приобретайте. На картинах изображен Будда. Это значит, что традиции передаются. Гармония. 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 Очень важно, важно. По фэншую. Все по фэншую. Все, как мы любим. People talk, фэншуй, Будда. Все классно. Считайте нас. Говорят, читайте нас. А, people talk. А, people talk.